МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 марта на торжественной церемонии открытия прозвучали традиционные слова приветствия. Сегодня для Колоссовского района это знаменательный день. Сегодня здесь будут показаны спортивные достижения и результаты, которые, я надеюсь, в последующих олимпиадах спортсмены выступят так же достойно, как сегодня и здесь. Я хочу вам всем пожелать спортивных достижений, успехов и пусть сегодня победит сильнейший. Я хочу вам пожелать больших, хороших, интересных результатов, хороших, интересных дней общения. И вы знаете, от одной цифры, 43-й уже зимний такой фестиваль спорта. Я думаю, не каждая страна, я уже не говорю про район или про регион нашей страны, может похвалиться такой цифрой. Состязания праздника Севера прошли по 12 видам спорта. В столице Спартакеады состоялись финальные соревнования по 9 видам. Несколько комплектов наград нашли своих обладателей прямо на торжественном открытии. На лыжню перед зрителями вышли спринтеры. Первый номер, первый номер Сергей Буровцев, Грудинский район и третий Александр Сипченко, Людинский район. Победителей лыжного спринта на стадионе «Колос» награждает министр спорта Антон Чешукин. Мастер спорта международного класса по шорт-реку, он признается, что и сам когда-то участвовал в сельских праздниках. Правда, стартовал летом, покорял велокросс. Мы на самом деле спортсменами всегда подпитывались из села, поэтому мы здесь не только проводим сельский праздник, но и просматриваем, отбираем тех спортсменов, которые в перспективе будут, я надеюсь, блистать и уже отстаивать честь Омской области за пределами. Итак, спортсмены всех 32 районов Омской области вступили в борьбу за награды главных зимних стартов региона. Стоит отметить, что в нынешнем году районы постарались подготовиться к соревнованиям основательно. Конкуренция во всех видах программы праздника была серьезной. Так, в командных видах спорта впервые за несколько лет сменились лидеры. В футбольном турнире удалось прерывать 4-летнюю победную серию «Азовчан». В 43-м празднике Севера победа в мини-футболе на снегу досталась команде из Сирикульского района. Мы на протяжении нескольких лет постоянно попадали в призывы, а в прошлом году заняли четвертое место, решили в этом году реабилитировались. Противостояние Омского и Таврического районов на праздниках Севера зрители привыкли наблюдать в решающем поединке. Принципиальных соперников последних лет в турнирах хоккейного рассудил полуфинал. Впервые за несколько лет Таврия за чертой финала, в итоге третья, а Омский идет дальше, обыгрывает в финале Тару и празднует долгожданную победу. Молодцы! Молодцы! Мы долго шли к этой победе. Уже сколько лет не могли победить, все время второе занимали места. Вот оно свершилось и неужели! Колоссовцы с большим интересом и азартом поддерживали всех, без исключения спортсменов. Будь то футболисты, хоккеисты или мотокроссмены. Для жителей района сельская олимпиада без преувеличения – настоящий праздник. Очень-очень хороший праздник. У нас давно такого уже здесь не было. Ну, я желаю, что всем спортсменам удачи, конечно, здоровья. Все молодцы ребята, все стараются. И также руководители, все тренеры, все молодцы. Особую восторгу у жителей и гостей колоссовки вызвали соревнования по мотокроссу, которые прошли на живописной трассе на дамбере Киоша. Болейщики 5 секунд и на 100! Нормованные гонщики! Болейщики на 100! Удовольствие от скоростных заездов получали не только многочисленные зрители. Сами гонщики на финише не скупились на эмоции. Классно и здорово. Хорошо. Трасса скользкая, как обычно зимой. Первый заезд полегче удалось выиграть, потому что там ребята попали в завал небольшой. И мы их просто-напросто объехали и уехали. Во втором заезде, конечно, борьба была с Омским районом. Ребята достойные, очень хорошо едут. И тяжело, тяжело, конечно. Второй заезд очень тяжело. Еще одна особенность праздника Севера-2013 – товарищеский матч по флорболу. Игроки сборной Омской области во главе с президентом Федерации Дмитрием Брюхановым решили продемонстрировать жителям колоссовки так называемый хоккей в зале. Мы вышли с инициативой к Министерству спорта к нашему областному о проведении такого матча. Нас поддержали. Мы приехали, показали наш вид спорта, что это очень массовый вид спорта, достаточно интересный, что он завоевает всю большую популярность в мире. Почти на всех континентах в него играют. Он признан Международным олимпийским комитетом. Думаем, что скоро пойдет в программу олимпийских игр. Ярким завершением сельской спартакиады стало ледовое автошоу с участием знаменитого гонщика, заместителя министра спорта Омской области Александра Фабрициуса. Жаркие заезды предварили церемонию торжественного закрытия. Победители призеры праздника Севера в командном зачете получили заслуженные награды. Третий год подряд лучшими на зимнем празднике стали спортсмены команды Азовского района. Второе место у Омского района бронзу завоевали большереченцы. Впечатление о празднике великолепное. Это, во-первых, размещение, гостеприимность, радушие, что немаловажно, питание. Погода была никакая, но радушие хозяев, наоборот, сделало этот праздник праздником. Так что дай Бог, чтобы каждый район так относился к этим праздникам и так же радушно встречал. Завершился 43-й сельский спортивно-культурный праздник Севера. Колоссовцы передали флаг спартакиады спортсменам Устишимского района. Именно там, в самом северном уголке Омской области, в 2014 году лучшие ответы региона вновь соберутся, чтобы выявить сильнейших.